Девушки отдыхают Спасибо большое, я очень рад, что вы все пришли Мне довольно часто говорят, вот Леша, вот ты такой хороший, там молодец, артист замечательный, голос потрясающий Главное, чтобы вот у тебя крышу не сорвало И я уже сколько лет понимаю, что у меня настолько большие цели Я как провинциальный человек настолько амбициозен Во крайней мере, когда стремишься очень высоко, у тебя больше шансов к этому подобраться Потому что, как только упираешься в какой-то свой, я бы сказал, местечковый потолок И понимаешь, что ну вот, я в принципе добился того, чего хотел Вот в этот момент люди становятся звездами Начинают ругаться на официантов, не уважать женщин и все такое Вот как это, мне кажется, происходит Алексей Воробьев, известный актер, композитор, музыкант и певец Родился в городе Тула Там же закончил музыкальный колледж по классу аккордеона До 16 лет побеждал в международных конкурсах среди аккордеонистов А в 2005 году стал золотым медалистом в дельфийских игр в категории народное пение Как музыка появилась в жизни нашей семьи, я не знаю В нашей семье никто, ни дед, ни прадед, никогда никто не занимался музыкой Папа умеет играть на гитаре Мой старший брат пошел в музыкальную школу на 2 года старше меня В детстве я все за ним повторял Родители кое-как купили аккордеон, потому что я живу в небогатой семье И какой-то аккордеон они где-то там в газете через старые руки купили Я помню этот маленький красный аккордеон, трехчетвертной вольтмастер Значит, значит И я был в диком восторге, я думал, все, вот брат играет, я тоже буду играть на аккордеоне И в 6 лет я пошел играть на аккордеон Первые месяца 2 мне это даже нравилось Дальше, естественно, началось вот это вот, садиться за этот инструмент Играть гаммы какие-то, арпеджио, все это, ой Я очень хотел бросить аккордеон Родители мне сказали, сынок, ну если ты вот сейчас что-то бросишь То в своей жизни так и будешь потом все начинать и бросать сразу Поэтому ты, говорит, ну взялся уже, отучись эти 5 лет, говорит Потом бросай аккордеон, делай с ним все, что тебе заблагорассудится, говорит Ну вот этот отрезок пройди Я до 15 лет играл в футбол и играл на аккордеоне Я не мог никак определиться, ну по какому пути пойти Потому что в футбол играть гораздо веселее, приятнее Понятно, что это огромные физические нагрузки, периодические травмы Но с другой стороны, это кайф играть в футбол и еще плюс Ну там, тебе если за это деньги заплатят, то вообще непонятно Кто самый счастливый человек на свете? Это я Потому что я носился играл в футбол, мне еще денег дали потом А аккордеон отнимает у тебя дикое количество времени Физически, фактически ты не тратишься Главное сидеть каждый день по несколько часов и вкалывать Когда появилась вот эта дилемма, в 15 лет я понимал, что в жизни можно делать только одно дело по-настоящему хорошо И уж тем более нельзя разорваться между такими двумя понятиями, как спорт и музыка Я выбрал тогда аккордеон, выбрал музыку и никогда в своей жизни не пожалел об этом Когда рождается инструмент, не тогда, когда его берет в руки мастер А тогда, когда его берет в руки артист и когда он издает первый звук И вот сейчас свой первый звук издаст Алешина гармошка Мой следующий выбор был буквально-таки через год Я поступал уже в музыкальное училище И когда я вдруг сказал родителям, что пап, мам, я иду в музыкальное училище На специальность руководителя народного хора Иду петь к нам Естественно, они были в шоке Педагоги, которые за мной занимались, были Они не понимали, как это произошло, вдруг с чего Потому что парень подает надежды и выигрывает конкурс, играет на аккордеоне Как бы все прям, все огромное консерваторское будущее мне пророчили И вдруг я говорю, я пойду петь Мама еще говорила такую смешную фразу Она говорит, что народный хор, ты будешь как старая бабка петь, что ли? Она мне говорила И после чего я сказал, значит, мам, пап, если я сейчас выберу ваше решение То вы всю мою жизнь будете виноваты в том, что у меня в жизни что-то не получилось Если же я сделаю свое решение, я буду головой стены пробивать и идти к своей цели, к своей мечте Но даже если у меня что-то не получится, это будет моя вина, а не ваша В данном случае, когда вышел такой расстолбай, которого пригласили сегодня, а это я У вас есть выбор Либо вам подпевать в одной песне, либо танцевать в другой Поехали! Оказывается, у нас мужской хром Здесь самое веселье, прошу, давай! Я приехал в Москву Понятно, что я уже белый был профессиональным певцом Но я не закончил среднее образование Поэтому я пошел в Незинский стратный джазовый колледж Потому что хочется быть дипломированным специалистом Вот хочется иметь вот эту вот бумажку, которая доказывает всему миру, что ты профессионал Для меня это было что-то новое, потому что до этого я учился народному вокалу Странный я осваивал сам Я уже был золотой медалей зрительских игр к тому моменту В номинации народный вокал Когда я приехал, начали давать какие-то джазовые произведения Еще что-то Я в американской музыкальной культуре У меня вдруг появилась огромная тяга, что ли Слушать Фрэнка Синатру Джеймса Брауна даже Пока там не было лица Воробьева в середине Там раньше бывал Эспресли Вот Но я думаю, так и оставлю Спасибо огромное вам, ребята В эстраде я понимал, что у меня пробел Потому что там все равно немного другое звукоизвлечение Там есть много других моментов, которые осваиваются только когда ты этим занимаешься С настоящим профессиональным педагогом Я терпеть ненавижу дилетантство Потому что я сам себе никогда не позволяю быть дилетантом в чем-то Если я что-то делаю, я с головой окунаюсь в вопрос Я не сплю вообще ночами, но я работаю над тем, чтобы делать свою работу хорошо Я пел в фолькерном ансамбле в Туле Мне было 17 лет Уже пел в этот момент В ресторанах во многих Не спал фактически, как и сейчас Я приезжал домой к маме часам к 6-7 утра только А к 10 часам я уже шел в филармонию на репетицию В 2005 году Алексей Воробьев стал участником телевизионного проекта «Секрет успеха» Его наставником на конкурсе была музыкальный продюсер Екатерина фон Гетчман-Вальдер Несмотря на то, что Алексей не стал победителем шоу Он запомнился как один из самых ярких конкурсантов Хвастать мило я не стану Знаю сам, что говорю С неба звездочку достану И на память подарю Хореограф коллектива в фолькерном ансамбле «Слада» Судьба Наполеанская Она увидела рекламу, значит, что вот Езжайте такого-такого числа Значит, в Москве будет отбор, нагреваю конкурс Все такое, «Секрет успеха» Я позвонил по этому номеру, там сказали Вот такого-такого числа Ждем всех с 19 по 21 Отбор, значит, общенациональный Ну, искал родителям, недолго думал Говорю, все, в этот день я беру выходной Еду в Москву на кастинг И самое удивительное, что я ехал В такой абсолютной уверенности, что меня туда возьмут В принципе, в итоге все именно так и получилось Только, естественно, со своими проблемами С тысячами людей, которые я увидел вокруг И вообще не мог себе представить, что они все пришли И только три человека из молодежи попадет в этот конкурс Первый тур я прям просто проскакиваю У меня прям говорят, все, приходите завтра Полпесни успел только спеть, акапелла Все такое, приходите завтра в то же время И тут второй тур Вот здесь был момент кульминационный Я пою песню, я люблю тебя до слез, акапелла И тут мне говорят, Алексей, спасибо огромное, все хорошо Но, вы знаете, у нас таких сотни, сказали мне И положили вот мою бумажку Вот в такую огромную стопку на столе На которой моя фотография, номер И я стою, и в принципе Ну понятно, что нужно разворачиваться И все, и в ту, опять на метро Сейчас по кольцевой, на маршрутке Но вот этот вот настрой того, что я же приехал Не просто так Я приехал побеждать Почему у меня тогда вырвались слова, которые Я даже сейчас не могу объяснить, как я их сказал Я стою и полной уверенности так говорю Возьмите меня, вы не пожалеете, я вам обещаю Они взяли вот так вот эту бумажку Которая уже была вот в этой стопке Сказали, ладно, иди Расписались на ней И вот эта маленькая фраза В итоге дала абсолютно другой вектор Все, наверное, моей жизни Я искренне до сих пор, как нормальный тульский парень Верю в честность, на самом деле Я приехал в Москву из Тулы И с теми же самыми мыслями, которые говорили Что здесь все за деньги Здесь все через постель И, как видите, все не так